Всем привет! Меня зовут Александра Черная, я профессиональный художник-педагог по масляной живописи. 4 года прожила на Бали, там я впечатлилась экзотической культурой, вдохновлялась, развивалась, проводила занятия по масляной живописи. В студию «Живопись маслом» я буквально ворвалась с ураганом, чтобы дарить людям свои уникальные знания и несложные методики, которые приводят к быстрым результатам и, как минимум, к полноценным картинам. Мой подход рассчитан на взаимодействие с аудиторией, которой не хочется учиться самых азов классической живописи, получать знания академического рисунка, изучать объемы и перспективу на геометрических фигурах. А для тех, кто хочет получать эмоции от процесса написания собственной картины, от пастозного густого мазка, от смешения красок и игривой ее укладки на холст при помощи мастихина. Мои курсы и уроки для тех, кто, возможно, не сильно усидчив, но берет от жизни все и сразу, и хочет попробовать что-то новое для себя. Сколько я себя помню, я всегда любила рисовать. В детстве, после школы либо я шла в художественную школу на занятия, либо приходила домой и рисовала всякие фэшн-иллюстрации, как это сейчас принято называть. Я придумывала образы, женскую одежду и изображала модели с утрированными длинными ногами. Когда встал вопрос о выборе вуза для меня, то в приоритете был город. Это должен быть сто процентов Петербург, в который я съездила в десятом классе. И все, вижу цель, не вижу препятствий. Я поехала поступать во все художественные музык города одновременно. И с первого года на бесплатное бюджетное место я не поступила. Трагедия для меня это не стало. Я видела уровень подготовки моих коллег-абитуриентов и понимала, что с моим умением из региональной художественной школы здесь пока делать нечего. Ребята поступали параллельно со мной из художественных училищ. И я осталась в Петербурге еще на год, чтобы работать и готовиться у мастеров непосредственно петербургской школы. На второй год я по-прежнему поступила сразу в три университета и по счастливой случайности поступила в Герцена. Это педагогический университет на изобразительное искусство. Морально я не была готова быть учителем, но знала, что уровень, который получают студенты в этом университете, очень высокий, ценный и сильный. Отучилась, по профессии работать не стала и несколько лет была офисным работником и осваивала юридическое дело. Но потом в моей жизни произошли кардинальные перемены. Я многое поменяла. Развелась, ушла с работы и случайно познакомилась с владельцем студии в центре города, который меня пригласил у него работать преподавателем живописи. Просто так, без проверки и резюме. После простого общения он поверил в меня и позвал к себе в новую студию единственным преподавателем. А я тогда к нему просто пришла в салон оформить картину в багет. Это время было супер. Незнакомый мне человек так поверил в меня, что наделил меня крыльями и уверенностью. И я сама в себя поверила, что я все могу. Я тогда испытывала колоссально новые для себя эмоции, ситуации, работала над новыми для себя задачами и проектами. Такая концентрация творчества в моей жизни уже давно не происходила. В студии у меня со временем появились постоянные ученики, которые с орфанным радио рассказывали своим знакомым обо мне и группы увеличивались. Этот период для меня был очень ярким. Я всем телом чувствовала удовольствие от объяснений, от общения с людьми на творческие темы. Я не могла поверить, что мне за это платят деньги, потому что привыкла их получать за работу. А здесь я не чувствовала, что я работаю. Мне все процессы были в удовольствии. Я не замечала времени. Занятия, мастер-классы, все было круто. И случилась в моей жизни большая любовь, которая увела меня еще дальше в круговорот событий. И мы улетели на Бали. Улетели на несколько месяцев без обратного билета. Прожили там почти 4 года. Путешествия также. Мы путешествовали по Азии и даже летали в Африку. Бали – это центр на земле творчества. Там сумасшедшая энергетика, концентрация интереснейших и креативных людей, которые живут очень осознанной жизнью, занимаются саморазвитием и самопознанием. Более неволе там начинаешь погружаться в эзотерические практики, йогу и по-другому начинаешь смотреть на мир. За время пребывания на Бали я напиталась духовным, поближе познакомилась сама с собой, получила новые знания и ощущения, успокоила свой ум и разум, развила свой навык и умение в живописи. Робко я начала там преподавать и заниматься с людьми масляной живописью. Но довольно быстро получила отлик и желание людей со мной работать. С помощью интереснейших людей на Бали я соединила свои умения рисовать, любовь к обучению и тайные эзотерические знания в единый свой продукт, который стал уникальным в сфере студийного образования. Мои способности чувствовать людей, что им в данный период жизни нужно, использовать живопись как арт-терапию, объяснять, как вкладывать глубокие смыслы в картины, чтобы люди могли не только учиться живописным приемам и техникам и получать знания по композиции и цветоведению, но и включать в картины свои эмоции, переживания и мечты. Дают мне право говорить о наличии моего уникального продукта, который не похож на стандартные программы по обучению живописи. Я ставлю во главу в первую очередь ваши эмоции и ваш темперамент. И поскольку Бали посещают люди из разных стран и городов, то появилась потребность в присутствии меня в онлайн. Мои ученики часто задавали мне вопросы про мои онлайн занятия, потому как не могли быть долгое время на Бали, а желание заниматься именно со мной у них было. Был случай у меня на Бали, когда девушка за два года приезжала три раза в отпуск на остров и каждый раз брала занятия со мной, потому что ее опыт со студиями в Москве ей не нравился, и она увозила каждый раз по две картины. В промежутках в Москве рисовала дома и высылала мне фото своих работ для получения критики. Больше года я активно думала над тем, что я могу делать онлайн, оттачивала свои приемы по быстрому написанию картин и получению отличного результата. Даже самые сложные сюжеты я пыталась разложить так, чтобы не растягивать во времени написание картины. Мне чувствуется, что сейчас люди хотят получать результаты быстро. Это касается и картин. Да, они не умеют рисовать. Да, они пришли первый раз на занятия по маслу, но они все равно хотят получить картины за один-два сеанса. Когда человек не умеет рисовать, у него не поставлена рука, то удержать его внимание учителю тяжелее. Моя философия такова, что любое творчество должно быть в кайф и живопись должна быть доступна каждому. Научить рисовать можно любого человека, просто кому-то для этого нужно больше, а кому-то меньше времени. Можно смотреть на свои референсы с сюжетом и не добиваться стопроцентной схожности с ними на картине, а действовать по настроению и при помощи живописных приемов. Просто нужно добавлять к увиденному сюжету теорию живописи, которую я параллельно с написанием картины проговариваю. Получать удовольствие и не ругать себя, если что-то не получается, а переключаться на более понятную для себя сейчас задачу. Мне хочется показать людям любого возраста, что картина маслом это несложно, что существуют моменты в живописи, при соблюдении которых у вас однозначно получится правильный результат. Например, как выделить главный объект в картине или уложить небо в перспективу или сделать композицию без нарушений. Объясняю простым языком, очень доходчиво, весело, непринужденно, вдохновляю, подбадриваю, направляю вас и веду в вашей картине. Как-то мне в отзыве на занятиях со мной написали, что Саша скорее коуч, а не традиционный учитель и не стоит ждать от нее стандартных уроков художественной школы. И здесь я, пожалуй, соглашусь. За мой почти пятилетний опыт активного преподавания у меня накопились мысли и знания, которые я смогла уложить в структуру и применяю их на любом сюжете, какой бы вы не выбрали. Я поняла самые частые ошибки у начинающих художников, знакома с их распространенными страхами и могу с уверенностью сказать, что выход есть. И главное это начать творить, попробовать что-то новое для себя, забыть про страхи и разочарования и довериться мне, вашему мастеру и вместе со мной окунуться в новые сюжеты с новым подходом. У меня академическая база знаний. Мы, безусловно, будем от нее отталкиваться и в ваших картинах будут чувствоваться знания, законов и правил. Просто все будет простым языком. И я буду обязательно проговаривать, почему мы делаем так, а не иначе и что нам это даст, чтобы вы могли переносить эти приемы и знания на другие свои сюжеты со схожими задачами. Сейчас, спустя 4 года моего отсутствия в России, я вернулась в свой любимый город Санкт-Петербург, наполненный позитивом, заряженный солнцем, в предвкушении нового направления для себя, онлайн занятий. Но я уверена в команде студии «Живопись маслом», я в них уверена. Я сама их выбрала из огромного списка студий в городе, полностью доверяя их профессионализму и опыту и желаю также довериться и вам, ведь доверие – это прекрасное чувство. Далеко не все умеют доверять, потому что где-то уже обжигались, но я вам гарантирую, что со студией «Живопись маслом» нечего бояться. Здесь собраны потрясающие люди, которые всегда пойдут навстречу своему клиенту, слышат своего клиента и хотят его радовать и поддерживать. У меня большие планы на создание различных новых курсов по мастихину, эмоциональной живописи, занятия на интересные эзотерические темы и сюжеты, про путешествия. Также будет теоретический блок с моими эксклюзивными фишками. Я жду вас в интернет-пространстве на площадке онлайн-студии «Живопись маслом». Следите за новыми роликами с моим участием. Будем вывешивать анонсы и расписание моих курсов, они точно не оставят вас равнодушными. Повеселимся, потворим вместе. Я вам расскажу, как создавать себе настрой перед каждым занятием живописью, как вдохновить в творческий, как входить в творческий поток. Так что всех жду и скоро увидимся!